Смотрите, какой мне сегодня номер, оказывается, достался с хорошей такой большой кроватью. Я уже, конечно же, подключила интернет, потому как компьютер это мой друг всегдашний. И номер мой на шестом этаже, и как раз окна выходят туда на город, и так классно, такие огни красивого города. Оно, конечно, не видно будет с камеры, но нужна другая камера, но там вот огонечки, и слева у вас здесь два больших здания, наверняка не видно. Попробую утром показать что-нибудь. Но я сейчас иду еще раз в машину, забрать какие-то свои вещи и спать. Все, никаких гулянок. Доброе утро всем. Сегодня первый раз я поспала до 7.25. Это мой самый длинный сон, начиная с конца августа. Смотрите, какой хороший день сегодня. Муж не звонит, не тревожит, наверное, тоже думает, пусть поспит. Ладно, ну, в общем-то, теперь я собираюсь идти, пытаюсь загружать видео, я не знаю, с вчерашнего дня. Интернет, конечно, есть, но для загрузки он, конечно, не годится, что в больнице, что здесь, в отеле. Ну, ладно, побежали по делам. Знаете, приятный сюрприз даже был. Очень даже было тихо и спокойно ночью. Несмотря на то, что отель, конечно, не из самых таких дорогих. Это три звездочные, три звездочки отель. Обыкновенный совершенно. Вот. Но я почему-то как-то сегодня так хорошо поспала. Все. Спасибо этому месту. Пошли к другому. У них там во дворе есть просто шикарный парк. Он маленький, но очень хороший и удобный. Вон там внизу такие дорожки классные. Я вчера там немножечко походила. Вообще просто прелесть. Так, я вчера попала на какое-то неправильное лобби. Здесь их два. Есть лобби и лобби-лобби. Еще нижний этаж. Лоу-лобби, наверное, да? И там вообще просто какие-то залы огромные. Какой-то экскалатор, поднимающий тебя вверх. Место старое такое, скажем так, не новое, да? Но такое навороченное. Сейчас я прохожу через эти все холлы, потому что мне нужно выйти на другой лифт, чтобы подняться вверх на парковку. Вот здесь вечером очень оживленно, очень. Все смотрят футбол. Вчера был футбольный день. Играли наши две клахомовские команды. По-моему, сыграли хорошо. По крайней мере, с нашей, со Steel Water они победили. Бизнес-комната. Где-то, видите, выход на гараж. Но это если вы припарковались на первом этаже. Мне нужно... А-а-а, лифтик стоит, ждет. Мне нужно ехать на третий. Запыхала сумка. Сейчас зайду. Сейчас зайду, позавтракаю. Быстренько. Завтрак у меня обычно очень быстрый. Это овсяная каша с йогуртом и кофе. Больше я ничего из этого есть. Не могу, потому что ни жареная картошка, ни гамбургеры, ни чизбургеры. У меня вообще-то даже не то, что по утрам, а вообще они не лезут. Ой. Мужу я иногда покупаю сейчас чизбургеры. Они хорошие там делают. Я так на их вкус. Я не понимаю вкус. Я ему там всего-всего поднакладываю. Помидорчики, соленые огурчики с майонезиком немножечко. Но ему силы сейчас нужны. И поэтому ему это простительно. Но восстанавливаться надо. Так. Так, так, так. Ой. Собственно, все, что мне нужно сегодня, это компьютер. Больше ничего. Снова прохладно сегодня. А я тут миксит. Дорога. Он нарушал правила. Я недавно встретила нашего доктора, нашего постоянного доктора, который был с нами все это время. И я говорила, что у нас с ним просто какая-то космическая связь, взаимопонимание и так далее. Такой умный человек. Я бы с ним разговаривала, не знаю, бы разговаривала. И, конечно же, я ему очень благодарна. Я ему сказала, говорю, вы знаете, доктор, теперь вы должны знать, что в этом маленьком городе Полка-Сити у вас живет один большой, огромный друг на всю жизнь. Вот. И карточка у меня его была, он у меня взял номер телефона. Я говорю, звоните, приезжайте, и все что угодно. И через, не знаю, через месяц, через год всегда буду рада видеть вас, потому что вы теперь для нас очень большой человек. Вот. Он сказал, да, почему нет, возможно, я приеду. Вот. Смотрите, как сегодня лодочкам хорошо и симпатично везде. Солнце встало и уже, естественно, светит. И у меня где-то мои очки, даже не знаю где. Ох, подождите, где же мои очки? Хотя бы запасные какие-нибудь. Вот так вот я вчера пыталась ехать, как раз именно вот в это же самое время. Солнце прямо в глаза. Ну ничего, не видишь, я как бы как крот был. Протон, ребята, сейчас я еду. Сейчас я еду. Все свободно. Вот именно вот так вот я в прошлый раз встала. Давайте проверим, чтобы позориться снова. В этот раз перфект. Вчера на улицу вышли с мужем. И он мне говорит, веди меня к машине, я колеса проверю. Представляете, да? Болезнь болезнью, а сам переживает за меня. Говорит, ты же ездишь постоянно и на такой скорости, на такие расстояния. Дай мне колеса быстро проверить. Дай мне машину посмотреть. Потому что я же никогда ни о чем не заботилась. Я понятия не имею. Он, понимаете, он там смотрит. Когда масло менять? Что там с колесами? Что там вообще у нас там? Ну стучается, слава богу. Ничего не стучит, не гремит. Она же новая. Но все техническое обслуживание, включая заправку. Я только села, ну помыла иногда машину, конечно же, попылесосила. Побурчала немножечко. Все. Но это моя миссия закончилась. А это на монументы, как строился, как строился. В 2014 году у них построено новое здание. Вот оно. Да? Да. Наверное. Наверное. Я так думаю. Да, наверное, вот это главное здание, новое здание построено в 2014 году. Там новейшее. Вот оно почему такое симпатичное. Потому что старые здания, конечно, там требуют ремонта уже некоторые. Но сказали, что будет делать реновейшн. Делать из 36 комнат 24. Потому что комнатки маловаты, конечно. Здесь сразу как входишь, у них церковь. Это католическая церковь. И у них даже идут службы. Вот сколько раз, я не знаю, по-моему, утром и вечером. То, что я видела утром и вечером. Вот. Вот такой, видите, холл у нас большой. Там на втором этаже есть кафе. Магазинчик даже есть какой-то. Сегодня он, конечно, не работает. Но сейчас могу витрину показать хотя бы. Витрины они постоянно, честно, меняют. Вот какие-то клетки выставили, видите. Вот я, кстати, магазин недавно только проверяла. Вот этих клеток разных. Такое непонятно, как длинная рубашка, их полно. Сумки страшные.